Товарищи, сегодня в университете рабочих корреспондентов Очередная лекция будет читать кандидат экономических наук, ректор университета рабочих корреспондентов, кандидат экономических наук Виктор Иванович Галко Лекция называется «Антисоциалистический характер экономических реформ 1965 года» Виктор Иванович, пожалуйста Добрый день Значит, тема лекции озвучена Наша задача сегодня рассмотреть, пытаться выяснить место и роль экономической реформы Которая была проведена в 1965 году Сделать выводы В том плане, что нужно делать, чтобы социализм развивался Социалистическое производство развивалось, а не уничтожалось Итак, несколько фактических данных Эта реформа была введена и проведена в жизнь Совместным постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС 4 октября 1965 года Проводилась она под флагом Улучшения, совершенствования управления социалистической экономикой И усиления методов стимулирования промышленности То есть началась она с промышленного производства Кто автор этой реформы? Иногда ее называют по имени тогдашнего председателя Совета Министров СССР Косыгина Косыгинской реформы Либо по имени одного из теоретиков этой реформы Либермана Либермановской Но прошу обратить внимание, что ровно за месяц До выхода этого совместного постановления Состоялся пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Который принял постановление С таким же названием Но, как известно, КПСС у нас была правящая партия Поэтому решение Центрального комитета КПСС Однозначно реализовывалось, воплощали жизнь государственными органами Поэтому творцы этой реформы находились в кабинетах ЦК КПСС Значит, если вы откроете текст этого постановления Есть сейчас в интернете В литературе Там небольшой список основных Пунктов За которым скрывается содержание этой реформы Но ключевой пункт Ключевой пункт заключается в том Что вся вот эта экономическая работа Фундамент Он переводился на прибыль и рентабельность Ну, напоминаю, что прибыль Если брать строгое политэкономическое понятие прибыли Это превращенная форма прибавочной стоимости Ну, а прибавочная стоимость Это За прибавочной стоимостью Это часть новой стоимости, создаваемой рабочим За вычетом Необходимого труда А рентабельность Это, иначе говоря, прибыльность Это отношение Тогда рентабельность рассчитывалась Как отношение получаемой прибыли предприятию К стоимости основных фондов Также еще было несколько важных пунктов На которых мы потом Вкратце остановимся Вот это ключ Ключевой основной пункт Значит, что такое произошло Как нам оценивать Это дело Значит, мы должны Вернуться к истокам То есть рассмотреть вопрос Не только в практическом плане А посмотреть, что лежит в фундаменте Теоретическом И прежде всего Обратимся Пониманию социалистического производства Вот, скажем, Карл Маркс Родоначальник, основатель марксизма Написавший «Капитал» Основное произведение марксизма Дал однозначную оценку Будущему коммунистическому обществу И будущему коммунистическому производству Что это непосредственно Общественная форма производства Которая является диаметрально противоположная Товарному производству Такой же позиции придерживался Зелин Который писал Только черно-побелому Что касается социализма То он состоит в уничтожении Товарного производства То есть вот о чем идет речь То есть теории Социализма Коммунизма Присуща Непосредственно общественное производство Которое является диаметрально противоположным Повторяю Товарному производству А что значит диаметрально противоположное Давайте немного содержания посмотрим Что является целью Капиталистического товарного производства Получение прибыли Совершенно верно Получение прибыли Вот этой самой прибыли О которой пойдет у нас речь сегодня Соответственно Форма производства Которая диаметрально противоположна Что-то другое должно быть Не прибыль А что должно быть И цель социалистического производства Она была Выработана Лениным прежде всего И зафиксирована во второй программе РКПБ Это Обеспечение полного благосостояния И всестороннее развитие Всех членов общества Ну вот понятное дело Деаметральный противоположный Далее Основной экономический закон Товарного производства А соответственно и высшие его формы Капиталистического производства Это закон стоимости Закон стоимости Который определяет Затраты Затраты на производство товаров Общественные падения Затраты на труда Соответственно В непосредственно Общественном производстве Должен быть Деаметральный противоположный Закон Это закон Потребительной Стоимости В чем здесь Различие Значит стоимость По своей сути Это затраты труда И нацеленность И нацеленность Вот скажем Цель производства Прибыли При капитализме При капиталистическом Товарном производстве Это увеличение Либо затрат труда Либо части затрат труда Потому что прибыль За которой стоит Прибавочная стоимость Это часть затрат труда Рабочего Соответственно Закон Потребительной стоимости Прямо противоположная Величина Понятие Ну что противоположное Является затратам труда Экономия труда То есть Социалистическое Непосредственно Общественное Производство Должно базироваться И базируется На экономии труда В этом теоретическом плане Ну вот Такие Теоретические Скажем так Установки А как это реализовывается На практике Ну давайте вспомним Тоже историю Как создается Социализм Строится В целом Социалистическое Производство Ведь оно не возникает В недрах капитализма Скажем так Буржуазия Которая пришла К власти После Буржуазных революций Было гораздо легче Потому что Экономические Производственные отношения Капиталистические Они возникали В недрах Хеодализма И буржуазия И буржуазное государство Класс буржуазии Который приходил к власти Он только давал простор Развитие этих Уже сложившихся И имеющихся отношений А коммунистические отношения Не складываются В рамках Капитализма Это позиция Марса Энгельса Ленин Который рассматривал Высшую и последнюю Стадию развития Капитализма Империализма Унес уточнение Да, они складываются Из-за исключения Наиболее развитых Форм Но один из самых Ярких примеров Это банковская система Банки Которая является Нервными узлами Это образное выражение Классиков Всей экономики Ну, как говорится Бери готовую Идеальную форму Общественного Щитоводства Но в целом Надо строить Ну, здесь вспомним Опять-таки Вернемся В диалектике Гегеля А к понятию Абсолютной идеи Которая из единства Теоретической идеи И практической Поэтому Рабочий класс Группартия Которую Пышет Взяли власть Они познают Идею коммунизма И Притворяют ее Жизнь Вот это было строительство То есть готовых рецептов Не было Это была Вообще Тяжелая задача И то, что с ней справились В ходе переходного периода Был построен социализм И была сформирована Построена Социалистическая экономика Социалистическая производство Это величайшая заслуга Их вот Наших предшественников Ну, вот рассматривая этот вопрос В историческом плане И в теоретическом У меня Первоначально возникло Такое легковесное Мнение Что собрались Умные люди Это Ученые Партийные работники Организаторы Социалистического производства Посидели Поспорили За чашкой чая И Выдали Нагара Что называется Это дело Так это ему И так Но на самом-то деле Вот это, так сказать Идея И практические предложения Практическая, скажем так Реализация Вот этих идей Она родилась В острейшей Классовой борьбе С Троцкийской И прочей оппозиции Ну вот Давайте, значит Представим себе Динамик Что происходило В те годы Это Вторая половина Двадцатых годов Началось бурное Строительство новых Отношений Но когда Идет развитие То понятно Возникают Определенные Диспропорции В экономике Противоречия Коллизии И прочее 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 Ну, понятное дело Все мы знаем Что молодой Организм Когда развивается Бывают всякие Болячки Одно Опережает Другое Третье И вот Идут болезни Подросткового Периода Потом все Как бы Встает Свои нормальные Рельсы И вот В нашей экономике Сложились Серьезные Диспропорции Одна из них Это так называемые Ножницы цен Вы наверное Слышали из истории Тот период Когда Цены на Промышленную продукцию Росли А на сельское хозяйство Нет Причем Настолько Эта ситуация Обострилась Что она могла Поколебать Устоит Тому положение Положение Строительства Социализма Потому что Целом Население Было Христианской По численности В партии Началась дискуссия Как решать Эти вопросы Ну тут Как тут Тараскийская Оппозиция С ним В союзе Зиновьев И там Другие Предложили Так давайте Повышать цены И вводить Новый налог Чтобы Ликвидировать Эти диспропорции А вот Сталинское Большинство Партий Центрального Комитета Вот так Обсуждало Этот вопрос Наверное Многим Бессонным Начальник Пришло К выводу Что нельзя Повышать цены И так то Они растут Это может Привести к Краху Строительства Социализма А что Нужно делать А цены Надо понижать А вот дальше Давайте Раскручивать Цепочку Ведь Замечательный День Понижать цены Если Социалистическое Государство Провозгласило В качестве Основной цели Обеспечение Полного Благосостояния Всестороннее Развитие То снижение Цены Будет Способствовать Этому Это одна Сформа Реализации Можно написать Постановление ЦК КПБ О снижении Цены И что будет Это будет Еще хуже Через некоторое Время Возникнут Еще больше Диспропорции Стали Разбираться А за счет Чего Возможно Снижение Цены В основе Плановой Цены Социалистической Лежит Себестоимость Есть такая Категория Себестоимость Которая Включает Все затраты Материальные Затраты Затраты На заработную Плату Поэтому Поэтому Чтобы Экономически Обоснованно Было Снижение Цены Надо Снижать Себестоимость Которая Лежит В основе Плановой Цены Опять Возникает Вопрос А за счет Чего Снижать Себестоимость Это не просто Дать Приказ Директору Предприятия Одному И другому Снизить Настолько Себестоимость Себестоимость Это Затраты Труда Фактически А как мы знаем Затраты Труда Основной Путь Снижения Затрат Труда Это Рост Производительности Труда Вот она Та основа На которую Вышли То есть Генеральный Путь Это Снижение Себестоимости На основе Роста Производительности Труда Ну и соответственно Лучшие организации Производства Вот выстраивается Вся цепочка И в ходе Острейших Дискуссий На пленумах ЦК ВКПБ И на съездах На 16 съезде Эта Линия была Принята Партией Вошла В жизнь Дальше пошла Ее реализация Если мы Обратимся К документам То Вот вопрос Снижение Цен Впервые Обсуждался На февральском Пленуме ЦК ВКПБ 1927 Года Вот И 15 съезд ВКПБ Уже закрепил Это решение И в декабре 1929 Года Было принято Постановление ЦК ВКПБ О реорганизации Управления Промышленности Где было четко Однозначно Сказано Что разница Между заданной И фактической Себестоимостью При непременном Условии Выполнения Требований О качестве Вырабатываемой Продукции Является Основным Показателем Успешности Работы При При Ятии То есть Вот Наша партия Нащупала Вот То Звено Главное Звено Цепи На которое Нужно было Ухватиться И Пойти Дальше И на это Звено Твердо Стали Ну Это Одна Сторона Медали Что Называется Мы Дальше Все Таки Диалектики Тогда Были Диалектики Которые Понимали Что Развитие Идет Не Таким Путем Что Прошлое Отсекли Раз И Навсегда Капиталистический Способ Производства И Такие Чистенькие Идем С новым Социалистическим Производством И Социализм Выходит Из Какого Общества Социалистического И Поэтому Неизбежно Несет Во всех Отношениях В Нравственном Политическом В Экономическом Прежде Всего Остатки Следы Опечатки Старого Строя Если Брать Строгий Термин Диалектики И это Отрицательный Момент В нем Самом Соответственно Социалистическое Непосредственно Общественное Производство Являясь Отрицанием Товарно-капиталистического Хозяйства Так же Неизбежно Несет Себе Вот этот Момент Отрицания Отрицательный Момент Который Получил Название В теории Товарность И Они находятся В единстве А единство Какое Мы знаем Единство Противоположностей Единство И борьба Противоположностей То есть Существует Противоречие Существовало Существует Между Непосредственно Общественным Характером Социалистического Производства И его Отрицательным Моментом В нем Самом Товарностью А из Противоречия Есть Две Тенденции Противоположные Одна К усилению К развитию Непосредственно Общественного Характера Социалистического Производства И ослаблению Момента Товарности И Противоположная И какой будет результат? Вот можем сказать, что автоматически все будет идти в одном направлении? Конечно нет. Все зависит от того, как будет партия, социалистическое государство, диктатуру пролетариата, рабочий класс бороться. Если более активно отставить коммунистическую позицию, усиливать непосредственно общественный характер производства, то тогда будет идти движение вперед полным коммунизмом. Но этим нельзя исключать и то, что товарность может взять вверх. Тогда пойдет откат назад. Ну что такое товарность? Товарность такое теоретическое понятие. Оно в чем-то выражается. Если посмотрим историю развития социалистической экономики, то мы видим, что существуют товарные формы, товарно-денежные формы. Ну хотя бы по названию. Вот берем плановая цена. Там присутствует цена. И деньги вроде как. Понимаем, что это не настоящие деньги. Расчетные чеки назывались деньгами. Вообще даже существовали капитальные вложения. Что такое? Вложения капитала. Но капитала-то не было. А вот по названию капитальные вложения были. И они в целом соответствовали, отвечали новому содержанию непосредственно общественному характеру социалистического производства. Но в то же время нельзя искать и отмахиваться от них, как от назовы лимухи. В момент товарности он присутствовал. И вот в этом противоречии шло развитие экономики. Поэтому однозначно нельзя говорить, что встали на эту основу снижение себестоимости за счет роста производительности труда. Соответственно автоматом будут снижаться цены. И конечно такие примеры были. В этом возрасте, если не мы, так родители и наши отцы за старый период после войны несколько было снижений розничных цен. Но в то же время была обратная тенденция. Был и рост себестоимости. Был и рост цен. Но, повторяю, вот нащупали это главное звено всей экономической системы. Системы государственного планового централизованного управления социалистической экономикой. И твердо на ней шли. Я приведу два примера. Да, а где же была прибыль? Прибыль тоже была. Но она не играла. Не то, что там второстепенно вывали. Но вообще она была как-то так вот. На выселках. Вот такой пример. Военные годы, если мы возьмем... Удивительное дело, да? Когда все силы были напряжены. И в то же время себестоимость снижалась. Тоже важный показатель. Что касается прибыли. Было послевоенное строительство. В ряд важных моментов были отменены. Военные годы. После войны в 1946 году восстановили систему материального стимулирования коллективного предприятия. Так называемый директорский фонд. Директорский фонд это такой фонд в рублях, который использовался, могло предприятие использовать на материальную, на выплату премий, либо на какое-то решение жилищно-социальных вопросов коллектива. Так вот, в Советском Союзе промышленности, прежде всего, предприятия были разбиты на две группы. В одной, скажем, половинке, вот этот директорский фонд образовался напрямую от снижения себестоимости. Были установлены определенные нормативы. То есть была установлена плановая величина себестоимости. Если ты обеспечил плановую себестоимость, то где-то 2-4% тебе давалось на директорский фонд. Если ты сверхпланово давал снижение себестоимости, то еще 20-25%. Для тех предприятий, у которых была прибыль, то же самое было. То есть если ты давал плановую цифру прибыли, то, пожалуйста, 2-4% получи в этот директорский фонд от прибыли. Если сверхплановую, то еще 20-25%. Но существовало одно важное обстоятельство. То есть можно, как некоторые могли бы сказать, ну, здесь равновесностью. Вот здесь снижение себестоимости, а вот здесь прибыль социалистическая, хорошая такая. Вот для тех предприятий, у которых директорский фонд образовывался от прибыли, было одно маленькое условие. Значит, вы могли образовать вот этот директорский фонд, если будет выполнено плановое задание по снижению себестоимости. То есть что получается? Вроде как формально прибыль где, да, главное, а на самом-то деле за ней заложено вот это снижение себестоимости. Как вот тот фундамент, основание, на котором встроилась вся система организации социалистического производства. Второе. Какая была роль прибыли, если брать на уровне государства? Значит, основным источником поступления государственный бюджет. Государственный бюджет – это вот общегосударственный фонд социалистического государства, из которого брать деньги на содержание непроизводственной сферы, армии и прочее, прочее, прочее. На 60% вот если по данным итоги первой пятилетки, которая была с 1946 по 1950 годы, на 60% формировался за счет налога с оборотом. Это такая надбавка плановой цены. А налог с прибыли давал только 7,5%. То есть, это вот роль этой прибыли. Да, была еще. Но не могли тогда ее совсем отказаться. Это сейчас высоты нашего времени. Вот мы, скажите, можем сейчас посмотреть и подумать, зачем она нужна. То есть, в социалистическом непосредственно общественном производстве можно прекрасно обойтись без прибыли. Без этого показателя. Потому что существуют другие, существовали, которые выполняли все эти функции. Ну вот оставалось, но вот делали и так, что она не была главной. А что произошло дальше? Вот дальше, как мы знаем, у нас была первая лекция. Я немного отклонюсь в сторону. Мы, скажем, ставим на этом семестре, поставили задачу, вот рассмотреть, вот то, что произошло в СССР. Поэтому первая лекция была, то есть, на контрреволюционном перевороте в СССР, читал Михаил Васильевич Попов. Иван Михайлович Герасимов прочитает лекцию о классовой борьбе в СССР. И вот сегодня мы рассматриваем вопрос антисоциалистического характера, экономической реформы 1965 года. То есть, эта реформа, конечно, родилась не сама по себе. Вдруг ни с того, ни с сего какие-то люди придумали, а вот давайте. У нее есть глубокие, прежде всего, объективные экономические корни, и какие-то субъективные. То есть, повторяю, во главу угла был поставлен показатель прибыли и рентабельности, а это отражение вот этого отрицательного момента товарности, который объективно существует в социалистическом, непосредственно, общественном производстве. Вот он и объективный корень. Вот эта товарность, если в экономике существует товарность, если мы шире возьмем, то внутри коммунизма на первой фазе существует его отрицание. Это так называемая мелкобуржуазность. И вот она постоянно рождает в головах людей вот эти действия, да, дать обществу поменьше, о, да, поменьше, а взять побольше, взять побольше. Она постоянно рождает такие идеи. То есть, вот эти идеи, они тоже существовали. Что социалистическое производство по своему характеру является товарным. Вот если вы, так сказать, посмотрите историю развития советско-экономической, политэкономической мысли, то ушла борьба вот этих двух теоретических направлений. Просто до поры до времени, до поры до времени, те, кто отстаивали товарный характер социалистического производства, ну, как-то вот помалкивали. И особо не показывали себя. Но когда после смерти Сталина, когда к власти пришел Крущев, группа единомышленников, то начались действия по уничтожению социализма. То есть, в политическом плане, вот как мы рассматривали на первой лекции, Михаил Васильевич достаточно убедительно показал, то, что произошел контрреволюционный переворот и, так сказать, установилась фактически депутатура буржуазей. Но в базе начался переходный период. Переходный период уже обратный от коммунизма к капитализму. Потому что экономика – это, так сказать, базис. Там, так сказать, нужно определенное действие, определенное, так сказать, время, чтобы сделать попятные обратные движения. То есть, почва была подготовлена. Опять-таки напомню известное высказанное Гегеля, когда для какой-то сути дела созданы все условия, наступая существование. Вот условия были созданы. Осталось только навести порядок, в кавычках, да? Привести такую реформу, которую повело общество назад. Не вперед к полному коммунизму, а назад к капитализму. Поэтому, когда справедливо говорим, что вот Хрущев такой сякой своими единомышленниками, а вот те, кто вроде как сняли Хрущева со всех постов и пришли к власти в партии, в государстве, они что сделали? Так они продолжили эту линию Хрущева по уничтожению коммунизма и движению уже обратного товарного производства и, соответственно, капитализма, которая, повторяю, является лишь формой, ступенькой, высшей ступенью развития товарного производства. Возвращаемся уже конкретно. Что было сделано? Вот прибыль и рентабельность поставили во главу угла. То есть сделали главным для оценки деятельности всех предприятий. Соответственно, что сделает себе стоимостью? Она была выкинута. Это первое. Второе. Ну что значит главный для оценки? Вот из этой прибыли предприятия могли образовывать фонды экономического стимулирования. Вроде бы хорошо. Фонд материального поощрения, из которого могли выплачивать премии. Фонд социально-культурного назначения. Мы могли там видео строить, или еще что-то. Фонд развития производства. Развиваться. Это с одной стороны. Дальше. Второй момент. Вот мы говорили о себе стоимость, я пока оставил в стороне другое направление. Вернемся к цели социалистического производства. Обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Вот чтобы обеспечить полное благосостояние, что надо делать? Нужно обеспечить выпуск продукции необходимой, предметов потребления, в определенном количестве, определенном качестве. То есть это выражалось системе показателей номенклатуры ассортимента, которая тоже была сформирована в те годы создания советской системы государственно-планово-централизованного управления. В ходе реформы 1965 года было внесено такое изменение. То есть номенклатура продукции была укрупненная. А уже предприятия могли самостоятельно определять вот этот ассортимент более, так сказать, глубокое, более, так сказать, широкое перечнем пускаемой продукции. Ну и ряд других моментов. И что дальше пошло? Вроде как, если читаешь решение съезда, там, комментарии, в тех газетах, предполагалось, чтобы получить прибыль, что надо сделать? Предприятия будут повышать производительность труда. Значит, будут снижать себе стоимость, будет увеличиваться прибыль. И все будет хорошо. Но на самом-то деле получилось все по-другому. То есть в теоретическом плане еще раз вернемся. Что из себя представляет прибыль? Это превращенная форма прибавочной стоимости. То есть за прибыль в конечном итоге что стоит? Стоит труд рабочих. Поэтому если ставим задачу увеличивать прибыль, то что это будет означать? Увеличение затрат труда рабочих. Если снижение себестоимости, она ведет к снижению затрат труда рабочих, в том числе, и вся система других методов, она ориентирована на это. То здесь получается наоборот. Что пошло в практическом плане? Тут же нашлись как бы лазейки, генеральные пути. И чтобы получить прибыль, зачем повышать производительность труда? Да, извиняюсь, третий был пункт по поводу ценообразования. Он тоже давал лазейки для предприятия. Значит, возвращаясь, чтобы получить большую прибыль, что нужно сделать? Повысить цен. Это первый путь. Именно в те годы пошел так называемый ползучий рост цен. Ползучий, то есть вроде как незаметный. Причем это как это делалось? А вот поскольку была дана лазейка самим формировать ассортимент на индуктуру продукции, то пошло, во-первых, так называемое вымывание дешевого ассортимента. Я думаю, те, кто в те годы, родители вспоминают. Были дешевые булочки и щедли. Появились такие же, но дорогие. Или вторая сторона этого же процесса, этой тенденции, когда вроде те же булочки по той же цене, но весом меньше. То есть что получается на самом деле? А получилось на самом деле рост затрат пошел. Фактически. То есть не снижение затрат, а рост затрат. И кто был половчее, вот он ухватывал. Большую часть из этого общего пирога. Общего пирога. Ну, соответственно, противоречия стали нарастать. Какие действия стали предпринимать органы государственные и партийные? А стали дергаться из стороны в сторону. Вот вызывали такого директора предприятия на ковер в каком-то райком партии. Начинали накачивать. Что ты творишь? Ты вот выпускал такие булочки, не выпускаешь уже. Вот выпустил другие же под другим названием. По такой же цене. Но там веса меньше. И так далее. Да мы тебя сейчас выговор и уволим с должности. Это запросто было. Вот приходил директор обратно. И у него что было делать? Вернуться назад? Так все его показатели предприятия рушатся. Не делать? Значит, уволят. Выгонят из партии. Поставят другого. А те решения, которые принимались наверху. Смотрите, они к чему сводились. То есть, было несколько постановлений ЦК КПСС, соответственно, Совета Министров СССР, которые пытались исправить ситуацию. Но корень всех бед этих всех постановлений, они базируются вот на этой товарной основе. То есть, они не уходили от нее. Они не могли уйти. В принципе. Поэтому я только название перечислил. Вот наряду с прибылью и рентабельностью был показатель, один из основных показателей, объем в рублях продукции. Называлась валовая продукция. Вот сколько вала выпустили, посчитали, сколько-то в рублях. Ну вот, там прикинуть. В этом беда. Значит, давайте введем товарную продукцию. Вот валовая выпускает вал, в том числе, все, что не нужно. Давайте товарную. Товарная так продукция тоже выразена в рублях, которая предназначена для продажи. Товарная. Опять ничего не пошло. Да и не могло, в принципе, измениться. Поменяли на реализованную продукцию. А что такое реализованная продукция? А вот это товарная продукция, которая поставлена, покупательная, куплена. Не пошло. Последняя была попытка, нормативно чистая продукция. Ничего не получилось. Значит, еще раз, корень всех этих проблем и бед. То есть, понимание социалистического производства как товарного и, соответственно, реализация на практике вот этих теоретических идей, оно приведет к одному. К разрушению непосредственно общественного характера социалистического производства. Почему? К тому, что товарность из отрицательного момента становится целым. Вот говорят некоторые, что экономическая реформа была свернута, Косвигинская, да, 55-го года, вот не довели до конца, я думаю, вот здесь другое надо делать. Она выполнила свою историческую роль. Она подвела социалистическую экономику и социалистическую в целом. Крают счетки, за которым уже, кажется, было дело техники, за которым уже пошло полновесное капиталистическое товарное производство. И, как показала практика, все это произошло уже в конце 80-х, начале 90-х годов. Значит, какие делаем выводы? Первый вывод я озвучил, что понимание специалистического производства как товарного, вот оно приводит к этим бедам. Второе. Значит, кто это осуществляет? Вообще осуществляет вот у нас система, как называлась, система государственного планового централизованного управления экономикой. То есть, первое, предлагается на первое, государственное. То есть, у нас государство, пока государство является государством диктатуры и пролетариата, и реализует общественные интересы, приоритет общественных интересов, тогда все нормально. Когда же это государство не диктатуры пролетариата, то на место приоритет общественных интересов выступает приоритет каких-то других, иных интересов. И вот оно реализуется в соответствующих экономических методах системы управления. с учетом уже опыта того, что нужно было делать, во всяком случае, ведь нельзя же сказать, что выбрали себестоимость, как главное, показать, и на этом стоим. Мы тоже должны развивать эти методы, которые основываются на снижении себестоимости и росте производительности труда. Я вот хочу сделать ссылку к нам большим ученым Василием Яковлевич Ельмеев, доктор экономических наук, доктор философских наук, которого, к сожалению, нет уже в живых, Виктор Георгиевич Долгов, доктор экономических наук, профессор, Михаил Алексеевич Попов, которого вы хорошо все знаете. Вот они анализируют, разбирают, рассматривают вот эту ситуацию, делали такие выводы, что надо было дальше продвигать, развивать социалистическое непосредственно общественное производство, предполагая, что вот есть основа рост производительности труда, снижение себестоимости, на основе снижения себестоимости идет возможность снижения цен. Но предприятия у нас двух групп есть. Есть предприятия, которые производят средства производства, а есть предприятия, которые производят предметы потребления. Поэтому для предприятий, производящих предметы потребления, которые все вот рабочие, трудяясь, покупают магазины, надо установить такой показатель, как сумму снижения цен на выпускаемую продукцию. А для предприятий, которые выпускают средства производства, напрямую сумму той экономии труда, которая обеспечивает новая продукция более совершенная у потребителей этой продукции. смысл здесь какой? Вот, скажем, есть экскаватор, который экономит труд ста землекопов простых. Вот, так сказать, наши инженеры изобрели такой экскаватор, на производстве сделали, который экономит труд двухсот человек. Но если при этом затрачен труд тысяч человек, то это никакая не экономит движение назад. Ну, вот это уже реализовать, как говорится, удалось сейчас, но мы должны это учитывать для дальнейшего нашего развития. Потому что рано или поздно будет социализм и нужно будет двигаться вперед, развивать социализм и коммунизм. Вот такие выводы. Спасибо за внимание. Виктор Иванович, спасибо за очень интересную лекцию. Значит, у нас вопросы поступили только от одного человека, но один человек, это Иван Михайлович Герасимов, сразу же задал пять вопросов. А потом еще и будет выступление от него. Пожалуйста. Был ли в СССР прибавочный труд в период 65-85 года, а в 30-50-е годы? Ну вот, с учетом тех вот идей, которые мы сейчас, тех выводов, которые делаем, то я бы сказал, что прибавочный труд был в первом году, 65-85 и потом. Почему только 85-й? Ну, в смысле дом. После того, когда эта реформа была реализована, то прибавочный труд появился. И этот прибавочный продукт присваивался уже массе своей. не в интересах рабочего. Был ли в СССР деньги пью 65-го 85-го годов, 30-50-е? Значит, денег при социализме нет. По названию есть. По сути, это расчетные чеки. Соответственно, ответ будет такой же. Тогда, когда была, когда экономика, советская экономика соответствовала своей непосредственно общественной сущности, то деньги были деньгами только по названию. После того, как вектор развития был поменялся, я думаю, что деньги стали уже деньгами по сути. Стоимость товарной экономики трудозатраты или отношения при обмене? Какой стоимость? трудозатраты. Не то и не другое. Стоимость товарной написана дальше. То общее, что выражается в меновом отношении или меновой стоимости товаров, есть их стоимость. Понятно? Значит, стоимость товарной экономики не трудозатраты и не отношения при обмене. Если быть строгим, я сократил, как всегда, я это увидел, эту цепочку сократил, выбрал одну. Значит, стоимость, нельзя пощупать, потрогать, взвесить, измерить. Стоимость это общественное отношение товарного производства. Вот при обмене. Производство. Вот чем суть. А выражается. Иван Николаевич, вы можете сказать, я пока вот читаю ваш вопрос, это трудозатраты или отношения при обмене. Не при обмене, это в производстве прежде всего. Но проявляется оно, выражается, в обмене, в меновой стоимости. А меновая стоимость это самая поверхностная категория товарного производства. Это просто пропорция, определенная количественная пропорция, в которой один товар обменится на другой товар. Вот я на эти числы товаров производства могу сказать на 10 ручек. Подождите, подождите. Это товарный производство, товарный обмен. Нет, Товарищи, давайте мы все-таки это университет рабочих корреспондентов фонда рабочих академий. Достаточно высокий статус, конечно. Поэтому задали вопрос письменно. Игорь Иванович, пожалуйста, зачитывайте, отвечайте. А потом, кто хочет выступить, Иван Михайлович. Я закончил еще. отношений или меновой стоимости товаров. Есть их стоимость. Не совсем так. Это то, что не лежит на поверхности. Меновая стоимость, это вот поверхность, просто количественная пропорция. А стоимость, она на поверхности не лежит. Она в сущности находится. Она скрыта, она как бы внутри спрятана в этом меновом соотношении. Вот чем дело. А определение стоимости это категория производства товарного прежде всего. Давайте идем дальше. Четвертый вопрос. Кто был носителем тенденции товарности и носителем нетоварности? Играли ли здесь роль классовые различия? Ну, конечно, играли, но, наверное, посредственно играли. Носителем тенденции товарности были носители мелкобуржуазности. Еще раз хочу сказать, значит, все это мы хорошо знаем. Мелкобуржуазность это такая тенденция дать обществу поменьше, а взять побольше. И вот мелкобуржуазность, наверное, она присуща всем людям. Но есть те, их было немало, много, которые успешно воролись с них, предстояли. Поэтому они не были носителями. А есть были те, для которых эта мелкобуржуазность была главной и в жизни, и в деятельности, и в теории. в том числе. И носители мелкобуржуазности были равномерно размазаны по всему обществу. Не могу сказать, надо исследовать и смотреть. То есть, они были и среди рабочего класса, и среди интеллигенции, и среди управленцев. А что касается управленцев, пускай, директоров предприятий, то я бы сказал, это, конечно, трагедия очень многих. Вот он, директор предприятия. Вот пришла реформа. Предположим, он понимает, что эта реформа ставит крест на социалистическом развитии. Что будет, если он не будет ее выполнять? Он член партии. КПСС была в руле. А какая была дисциплина в КПСС? Ого-го, какая. Если ты не будешь делать, что тебе сделают? Выгони ты с партии, выгони ты с этой должности. А если ты останешься, ты что будешь делать? Даже если ты замечательный человек, ты будешь вынужден вот это своими руками уничтожать социалистическое непосредственно общественное производство. Это трагедия людей многих. А потом, в конце концов, вы знаете, чем это закончилось, когда произошло юридическое оформление вот этого дела. То по самому массовому варианту приватизации, я напоминаю, директорскому корпусу было дано вот брошено-таки 30 сиренников. 5 процентов гарантированно. Я знаю, те, кто отказался, кто не пошел на это. Большинство взяли 5 процентов, и сейчас сидят уже юридические собственники. Получается, что в 1946 году для половины предприятий фондообразующим показателем была прибыль. Да, но стоит не оговоркой, а с тем условием, которое я сказал. Это на поверхности, да, как бы расчетно. А по сути, они могли из прибыли формировать свои фонды, директорский фонд, только если ты выполнишь план по себестоимости. Это в корне меняет дело. Спасибо. Спасибо. Значит, больше вопросов ни от кого не поступало, но у нас очень приятно, что задает вопросы человек, тоже имеющий ученую степень. Ну и в выступлениях у нас записался один человек, это кандидат технических наук Герасимов Владимирович. Владимир Михайлович, пожалуйста. Анатолий Товарищ, ну, Электро Иванович, он раскрыл очень сложные вопросы, действительно, но и тем не менее, здесь вот вопросов, как говорится после хорошей лекции, вопросов становится с одной стороны меньше, а в каком-то смысле их может быть даже и больше. Как в диалектике. Потому что, да, потому что из ответов на вопросы вытекает, что Электро Иванович стоит на той позиции, что у нас до 65-го года было производство не товарное, после 65-го года старое производство товарное. Ну, что такое товарное производство? Товарное производство, как известно, оно предшествует товарному обращению, а товарное обращение это товарообмен. Были у нас обмен после 65-го года, Но в целом, да, были какие-то там бабушки с гвоздиками, был теневой сектор экономики, но в целом назвать товарную экономику в период до, я бы даже сказал до конца 1991 года, я бы не стал. То есть основные, основной объем продукции и продукции наиболее технологичный, наиболее передовой, он производился по прану, и пран там был не только по прибыли, и вот Виктор Иванович даже, мне кажется, здесь немножко так непоследовательно, то он рассказывал их, как вот директора вызывали в райком за то, что он действует в рамках усиления товарности, усиления тенденции товарности, там цены увеличивает или вес булочки снижает, А тут вот под конец Виктор Иванович сказал, что это была партийная дисциплина, и директора, наоборот, получается, гноили за то, что недостаточно товарен. Если я неправильно понял, то Виктор Иванович меня, я думаю, поправит в заключительном слове. То есть здесь вот это все переплеталось, а вот что все-таки в корне у нас? Вот Виктор Иванович говорит, вот была тенденция усиления товарности. А как она исторически была? В переходный период до построения социализма тенденция товарности заключалась в том, что у нас были, во-первых, Непманы, которым вынуждены были отдать часть предприятий, потому что социалистическое государство не могло их все перевалить в социалистическом, врановом секторе экономики. Были госкапиталистические предприятия, которые хоть формально принадлежали государству, ловились тоже в товарной экономике. И был, в конце концов, как писал Майковский, 100-миллионный груз крестьян. Это вот как раз разгул товарности, стихийности. Крестьянин мог сочувствовать советской власти, воевать в гражданскую войну в Красной Армии. Но его вот интересы, он как представитель как раз и меркой буржуазии, его вот эти интересы как раз вот таркали к тому, чтобы зерно придержать до осени, там сдать подороже, это получить подешевле. Это была кароссальная угроза. Угроза эта была преодолена в середине 30-х годов, ну или даже в начале 30-х годов. И товарность у нас сложилась, ядро крепкое, достаточно, можно сказать, монолитное ядро нетоварного хозяйства. А потом оно вот пошло трещинами и пришло к тому, к чему пришло. То есть товарность дошла до того, что вот на Кировском заводе, в заводе Восково, в конце 91-го, в начале 92-го года, даже не то, что заводы стали частными и стали товарно, так сказать, правовать в этом товарном море. Цеха отдельные, растрабили заводы на цеха, и это вообще дико там совершенно звучало, что там такой-то цех договаривается с таким-то цехом на договорных отношениях строить свою работу. И это даже, ну это капитализму противоречит, потому что мы всегда говорим, что внутри капиталистической фабрики там товарности нет, там уже кооперация, сотрудничество господствует, а тут вот до такого дошло. И вот это, а кто был, кто вот носитель-то этого? Вот Виктор Иванович и Михаил Васильевич считают, что это вот люди, которые в силу воспитания, там еще каких-то причин, они вот мягкобуржуазными, ну не уродились, а были воспитаны, и как-то так вот. Но вот мне все-таки видится, что здесь причина в том, что все-таки, если мы посмотрим на служащих, особенно на верхний слой служащих, то был ли он заинтересован в движении коммунизма, стиранию классовых различий. Вот мы даже с Михаилом Васильевичем тут спорили, мы говорим, вот согласны академике, что уборные в Академии наук будут не специальные уборщицы мыть, а будут все по очереди. Ну, так как Россия скажет, пожару им бьют. А как вот здесь, а кто вот будет при коммунизме припоганном мыть туалеты? Кто? Это робот. Ну, робот, хорошо, хорошо, если хороший робот. То есть, пока не будет роботов, до тех пор коммунизм... Я вообще думаю, что мы к коммунизму шли с середины 30-х годов. Если бы мы шли к коммунизму, я думаю, мы бы к 60-м годам уже были бы коммунизм в целом построены. А как вот можно сказать, что коммунизм в целом построен? Тоже это обсуждали? Вот когда рабочий день у рабочих будет 4 часа, скажем. А вот представьте себе себе, что от рабочий день сократили до 4-х часов, и никто не освобожден от предварительного труда. Что, скажем, что рабочий в 80-м году сказал по этому поводу? Рабочий сказал, ну это фантастика какая, такого быть не может. Что, 4 часа от работы домой пошел? И за ту же зарплату? Ну что, с ума сошли? Это вообще ничего не делать. Это не ясно сплошное. А что сказал бы человек интеллигентный? Он сказал бы, господи, за что мне такая кадра, ребят? Целых 4 часа каждый день приходить. Ну вы что, с ума сошли? Ну это не, это... То есть это вот отражает где-то как-то вот ту уже сражившуюся пропасть, которая была. И поэтому я бы все-таки вот сказал, что главное противоречие социализма как коммунизма в первой фазе, которая требует своего разрешения, это противоречия, это остатки красовых различий. Социализм это бескрасовое общество, это уничтожение красов, но красовые различия не сохраняются. Антагонистических красов нет, но вот тем не менее, вот они присутствуют. Но как с этим бороться, это мы поговорим в следующий раз. Ну вот Иван Михайлович расширил на научной основе выступления Виктора Ивановича. Ну и у нас есть последний выступающий, записавшийся, это активный слушатель университета рабочих корреспондента. Товарищ Захаров, пожалуйста. Так, опять сейчас Ленина почитаю. Да, это значит вызвать капитализм. Это Ленин. Эта связь есть с торговлей, для нас коммунизма весьма неприятное открытие. Очень может быть неприятное, чрезвычайно неприятное. Ленин решил капитализм прийти. Не опасно, раньше он говорил, диктатуру буржуазии, диктатуру пронаря. Кто это не понимает, тот или дед, или не грамм. А потом, не опасно приглашать капиталистов, не значит это вызвать капитализм. Да, это значит вызвать капитализм. Но не тот, ибо власть останется в руках рабочих крестьян. Собственность останется за государством. Понимаете? Такой товарищ Рашидов, секретарь Узбекистана. Шираф Рашидович. Да. Труб капшин. Он говорил. Я брал взятки. Но мне и приходилось давать взятки. Именно для этого я провел газ в свою республику. Вот мы все директора США шашлыща там эти рестораны дают, дают, дают. Он потом едет в Москву, там в Кремле что-то дает, дает, дает. Выбивает трубы, выбивает на материалы. Потом рабочих нанимает. И говорит, вот сегодня ночью надо поработать. Зарплата прямо сейчас. И не слабая зарплата. Они такую там производительность труда дают, что это не ленинские субботники. Вот вам пример. И вот эти люди, которые жили по своим понятиям. И не потом, что им партия спускала. Они потом прорвались. Пришел переход количества в качество. Есть люди, которые, понимаете, действительно большие люди. А если равнять, говорят, что Алексей Стаханов такой же великий человек, как там Эйнштейн. Как там далеко не так. Стаханов может любого сделать. Это он сам говорит, он сам из своего киногероя. А Дмитрий Федорович шаляет, если споет. Все. Что все. А весь Питер прибежит и последний гроши отдаст. А такие люди нужны. Да сейчас. У него и голос-то, если с собственным сравнить, то вообще-то... Подождите, подождите, подождите. Давайте все-таки выступаем. Вот о чем я говорю. Давайте уважать выступающего. Возвраткой пытаюсь. Была Мала Пугачева лет 200 назад бы жила. Она была бы благами пицц. Такой богатой бы она не была. Жили бы спортсмены, все эти боксеры, шахматисты. Шахматисты вообще нищие тогда были. Но сейчас жить может грандиозное шоу устраиваться. Это деньги брать. А любому режиму, что нужно много денег. И быстро, и сразу. Честный шаг не может много денег дать. А вот воры могут. А вот деятели искусств могут. Поэтому это происходит назад. И без рынка вы никуда не денетесь. И поэтому товарность отменить невозможно. Да, Сталин сделал экономический рог. Сделал, но это был труд заключенных. В основном. Заключенные. Вот пример. Георгий Жонов был в ГУЛАГе. Артист Мопанов был в ГУЛАГе. Они все там делали. Георгий Жонов брат так и сгинул в ГУЛАГе. Я сегодня только в интернете. Вот я узнал, какая тема будет. Они все в интернете смотрели. Кстати, вас там видел в интернете. Ну, сколько процентов. Ну, подождите, подождите. Вопросы у нас в письменном виде. И давайте порядок не нарушать. Слышите заключенные. Это порядок. Там большинство процентов. Товарищ Захаров, вы, пожалуйста, по выступлению Виктора Ивановича особо не отправляете. Я говорю, что отменить рынок невозможно. Понимаете, рынок. Значит, будут товаром, денежные отношения. Кстати, у нас есть институт. Он, знаете, как? Институт советской торговли имени Фридрих Энгельс. Это о чем говорит? Я, кстати, там учился. Это о чем говорит? Что при социализме каком-нибудь будет торговля. Понимаете? И рабочий, и труд рабочий. Он всегда будет товаром. И у нас был престолизм рынок в 60-70-е годы. Бывает, рабочий увольняется. И вот спрашивают, что увольняешься. Нашел другое место. Ездить ближе, платят больше. И работаете, ведь, рынок. А некоторые на север уезжали. А был такой, неуклюжий рынок. На заботе висит объявление. Сегодня книжный базар. Приходите. Мы приходим. Ага, вот Пикуль купили. Говорят, извините. Пикуль, что надо три блокнота агитатора купить. Да зачем? Ну, проще разъявить. Рынок, он всегда будет действовать. Там было подробнее. Ну что, рынок предел развития общества. Ну, товарищ Захаров имеет большой опыт. Это предел развития. Был феодализм, был капитализм и все. Дальше не развивается общество. Это, знаете, как в передаче «Эхо Москвы» мое особое мнение. Ну, у товарища Захарова его особое мнение. Но практика у него есть. И он молодо отдать должное. Он каждому занятию готовится. Где-то выписывает. Где-то что-то. И это молочина. Ну что, если вопросов у нас больше не поступало. В заключительное слово. Виктор Иванович, пожалуйста. Ну, как известно, в споре рождается истина. Мы спорим уже давно. Тихо, 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 тихо. Тихо, уже Виктор Иванович. В этом кругу с Иваном Михайловичем и с другими товарищами. И я уверен, что мы истину выявим, докопаемся на нее. Я хочу уточнить два положения, на которые обратил внимание Иван Михайлович. И которые, может быть, были не так совсем поняты. Что касается товарного производства после 1965 года. Выразить более аккуратно. Вот есть, значит, еще раз, непосредственно общественный характер социалистического производства. А в нем внутри есть отрицательный момент. Есть такая диалектическая категория момента. Это не так, что вот здесь вот непосредственно общественное производство, а здесь вот нехороший отрицательный момент. Если бы он был здесь, было бы хорошо. Так вот, отменили бы, выкинули бы. Он внутри, внутри каждой клеточки советской экономики. Вот, когда Маркс, скажем, с Энгельсом писали об этих отпечатках и Ленина, видимо, подбирали слова, отпечатки, следы, родимые пятна капитализма в коммунизме. Но я не знаю, как еще. Вот такой пример, может, не очень хороший. Вот человек, человеческий организм. Не хорошее случилось. Возникли раковые, здоровые клетки какие-то, раковые там. Раковые болезни, да? И вот стало развиваться. И вот один врач применяет методы. Усиливает здоровые клетки, здоровые тенденции. И борется с этим. Вроде хорошо. Приходит другой врач, говорит, да нет, все надо наоборот делать. Надо способствовать развитию раковых клеточек, а здоровые угнетать. Что произойдет через некоторое время? Вроде бы организм человеческий здоровый, но что произойдет через некоторое время? Он умрет. Вот и здесь, поэтому аккуратно выражаюсь. В ходе реформы 65-го года был упор сделан на отрицательный момент. Они еще не стали целым. Дайте я доскажу, Иван Ханкович. У вас будет целая лекция. Сделан упор. И пошла обратная тенденция, когда вот эта товарность из-за отрицательного момента стремилась стать целым. Соответственно, непосредственно, общественный характер социалистического производства стал превращаться. Ну, стал так, я не знаю. Я бы нашел переворот, когда за вами стараться. Так, вопросы уже проехали. Все, как в суде. По поводу носителей мелкобуржуазных тенденций. Ну, я понимаю, что есть такое определение человека, да, продукт, человек это продукт. Воспитание обстоятельств. Я не делал упор и специально не говорил насчет воспитания. Немножко неверно поняли. Я говорил совсем о другом. Что мелкобуржуазность коренится она в экономических интересах людей. А экономический интерес, я напоминаю, это объективная, так сказать, характеристика человека в производстве, которая показывает, что ему выгодно, а что ему нет. Так вот, у каждого человека, члена социалистического общества, вот были два таких интереса. Основной, дай общество больше, и ты будешь лучше. И второй, о том, в чем мы говорили, дать поменьше, взять похуже. Вот об этом идете речь. Спасибо. Все, Виктор, спасибо. Положение. Заключительное слово звучало очень хорошо. Спасибо. Ну и у нас, значит, что университет рабочих продолжает активно работать. Очень приятно, что у нас слушателей много. Ну вот, следующая тема очень будет интересная. Проект коллективного договора предприятия радиоэлектронной промышленности. Читает делегат российского комитета рабочих Дмитрий Юрьевич Шилов. Добро пожаловать в следующий четверг. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...